Сочинские выпускники попрощались со школой и сделали это ярко. На курорте состоялся общегородской выпускной бал. Самый известный любитель животных в России отметил юбилей. С 80-летием Николая Дроздова поздравил мэр Сочи. С пробками на Мамайском перевале вскоре будет покончено. Федеральную дорогу здесь расширят за счет сноса лавашной. Стражи дорог даже в этот день на посту сотрудники ГИБДД сегодня отмечают свой профессиональный праздник. На Кубани может появиться армянский этноцентр. Такую идею Вениамину Кондратьеву сегодня предложил полномочный посол республики в России Вардан Таганян. На встрече с главой Краснодарского края представители делегации из Армении обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, одним из предложений стало создание этнокомплекса, где жители-гость региона смогут познакомиться с традициями и обычаями армянского народа. На Кубани это одна из самых больших диаспор, а сама республика на протяжении многих лет является важным экономическим партнером Краснодарского края. Между Краснодарским краем и Арменией существуют партнерские отношения. Внешний торговый оборот в 2016 году практически вдвое увеличился. И я еще раз подчеркиваю, что в этом году он составляет около 68 миллионов долларов США. Это говорит о том, что экономические отношения расширяются, рынки сбыта друг у друга. Я думаю, что и сегодняшняя наша встреча, она будет этому способствовать. Конечно, у нас нет общей границы с Россией, но, собственно, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы хорошо для развития экономических связей. И мы приехали с конкретными идеями и с удовольствием готовы будем обсудить с вами и поработать над тем, чтобы достичь каких-то конкретных результатов. Так, например, обсудили и возможность сотрудничества в агропромышленном комплексе. Вардан Таганян рассказал, что Армения сегодня рассматривает возможность закупки по лизинговым программам сельхозтехники, которую производят на Кубани. Держат ответ. Депутаты Единоросс и ЗСК отчитываются перед своими избирателями. Встречи проходят во всех районах края. В Геленджике о работе фракции в региональном парламенте отчитывался председатель законодательного собрания Владимир Бикетов. Что удалось сделать за пять лет и над чем придется работать депутатам нового созыва, расскажут наши краснодарские коллеги. Зал городского дома культуры Геленджика заполнен до отказа. Учителя, врачи, представители бизнеса, общественных организаций, квартальных комитетов. Всего более 600 человек. Председатель ЗСК Владимир Бикетов подвел итоги работы депутатского корпуса за пять лет. Доклад содержательный и полный. Экономика, здравоохранение, образование, поддержка сельского хозяйства и бизнеса. Ключевые темы в цифрах и фактах. Как отметил спикер Кубанского парламента, за пять лет в экономику края вложено около трех триллионов рублей. Это позволило обновить технологию, увеличить количество новых предприятий и дополнительно создать свыше 18 тысяч рабочих мест. Но в приоритете всегда оставалась социальная сфера. Здесь расходы за последние пять лет увеличились в полтора раза. В прошлом году 72% всех расходов бюджета, или 146 миллиардов рублей, было направлено на социально-культурную отрасль. Это дало возможность выполнить все социальные обязательства перед населением, а также обеспечить финансирование всех социальных и партийных программ. В настоящее время Единая Россия и на Кубани реализуются 29 партийных проектов и 26 социальных программ. Решаются кадровые вопросы в здравоохранении и образовании. Благодаря помощи государства высоких результатов достигли и агрария региона. Сегодня для владельцев ЛПХ и КФХ существует 15 видов господдержки на общую сумму более 900 миллионов рублей. Вопросы газификации и водоснабжения тоже в числе первоочередных. Работа по всем этим направлениям продолжится и в новом созыве, подчеркнул Владимир Бикетов. Ведь главной ценностью для партии являются люди. Они оценивают работу депутатов. За этот период большая работа по улучшению материально-технической базы нашего образования. Также очень приятно, что большое внимание уделяется людям, педагогам. Потому что человек сегодня в век технологий все равно остается главным. И именно от того, какое отношение к работникам, я думаю, от этого зависит в том числе и качество образования. За последние годы у нас, в том числе и в округе, сделано очень многое. Построено два новых детских сада. Достраиваем еще один новый детский сад. Ремонтируются, реконструируются фельдшерские, акушерские пункты, дома культуры. Люди все это видят. Улучшается инженерная инфраструктура. Строятся водозаборные сооружения, канализационные сети. И, конечно же, это отражается на качестве жизни. За пять лет многое удалось сделать, но еще больше предстоит. Все вопросы и обращения жителей берутся на контроль или решаются на месте. Мне приятно слышать, что они считают работу законодательного собрания открытой, доступной. Всегда была у них возможность общаться с депутатами законодательного собрания. Я вижу и в оценке выступления о том, что многие задачи, которые стояли перед законодательным собранием, нам удалось решить. Но есть серьезные вопросы, на которых нужно будет сосредоточиться вновь к избранным депутатам. Встречи депутатов с избирателями пройдут во всех муниципалитетах края. Народные избранники уже посетили 27 городов и районов. Завершат отчеты на следующей неделе. А 12 июля на заключительной сессии пятого созыва ЗСК депутаты подведут итоги своей работы. Елена Касабова, Евгений Берестев, Кубань, 24, Геленджик. Сильная жара останется в Сочи еще на пару дней. Температура воздуха местами достигнет 36-38 градусов. Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 4 июля рекомендуется воздержаться от выходов на улицу. Если выйти все же надо, не забывайте надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры. Спасатели также просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности. Не разжигать костры на природе. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Из-за высоких температур глава региона поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы и вести постоянный мониторинг ситуации. А на пляжах и в местах массового скопления людей необходимо увеличить количество медиков, отметил Кондратьев. В случае необходимости жители и гости региона должны получить квалифицированную помощь. Кроме того, из-за сильной жары высокая пожароопасность ожидается в Абширонском, Гулькевичском, Кавказском, Каневском, Ленинградском, Староминском, Тбилисском и Темрюкском районах. Но жара не помешала сочинским выпускникам попрощаться со школой. И сделать это ярко. Вчерашние 11-классники из всех районов Большого Сочи собрались в морском порту, чтобы пройтись одной колонной по улицам города. Северный молл – точка сбора. Еще несколько минут и колонна двинется. А вместе с выпускниками волнуются и их родители. Хотя эти переживания приятные. Последние школьные испытания позади, а вот эмоции и воспоминания еще свежи. По словам уже бывших школьников, самые первые серьезные экзамены в их жизни уж точно никогда не забудутся. Я русский и заключение писала прямо в чистовик. У меня это было одно сложное предложение. Я когда выходила, я вот такая вся дрожащая. Это был просто ужас. Я пихожу с классными руководителями, говорят, Наталья Михайловна, это ужас. Я русский завалила. И потом, когда я посмотрела 100 баллов, это был просто шок для меня, конечно же. Участники одного из самых грандиозных в городе шествий. Больше 1700 выпускников школ из всех районов Большого Сочи. Из них 12 медалисты, 176 ребят сдали единые госэкзамены на отлично. У ротонды выпускников приветствуют специальный гость вечера. Николай Дроздов и глава Сочи Анатолий Пахомов. Естественно, что наши сочинские выпускники, наверное, разлетятся по всей нашей большой стране. Россия. Они будут пробовать получить высшее образование, найти себя. И я, конечно, очень рад, что сочинские наши выпускники действительно люди творческие, креативные. Люди, которые работоспособные. И мне хочется только пожелать им удачи, счастья, здоровья. Молодые люди в строгих костюмах, девушки в нарядах а-ля Татьяна Ларина. И вальс прямо посреди улицы. Такое каждый день не увидишь. Этот танцевальный флешмоб – подарок от вчерашних школьников всему городу. После небольшой музыкальной паузы в стиле 19 века колонна движется дальше. Шествие выпускников стало традицией несколько лет назад. Для города события, повторяющиеся ежегодно, а для ребят – единственное в жизни. Это очень знаменательный день для меня. Я закончил школу, получил аттестат. Теперь новый этап в жизни начинается. Я пойду дальше, поступлю в институт. Для меня это гордость быть выпускником именно 11 класса, так как это нелегко, это нервы, это ЕГЭ, это стрессы, бессонные ночи. Но все равно все самое худшее позади, все самое лучшее только впереди. Я чувствую себя немного оболнительно. Вместе с тем я ощущаю единство со своими одноклассниками, потому что мы вместе выпускаемся из школы и отправляемся просто в дальнее плавание. Я надеюсь, что действительно всем будет сопутствовать удача на пути. Конечная точка шествия – концертный зал фестивальный. Настоящий бал начался уже здесь. Еще раз все вместе, еще раз пожелания друг другу перед тем, как разойтись, разъехаться по разным городам и вузам, перед тем, как начнется совсем другая, взрослая жизнь. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Ну а сразу после бала выпускников глава Сочи Анатолий Пахомов поздравил Николая Дроздова с прошедшим юбилеем. Я напомню, в июне эколог, писатель, доктор наук, ведущий программы в мире животных отметил юбилей Николаю Дроздову 80. Николай Дроздова с круглой датой поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов и депутата городского собрания курорта. Мы очень рады сегодня видеть вас в Сочи, зная, что вы любите Сочи. И не бывало еще такого случая, чтобы был ваш день рождения, и мы каким-то образом именно здесь, в Сочи, не отмечали. Замечательная ваша передача в мире животных. Я думаю, даже музыка, которая начинается, она сразу же человека делает добрым. А все эти ваши программы, они как раз и воспитывали. В каждом маленьком человеке, потом чуть-чуть подросшем, потом взрослым человеке именно растили добро. Анатолий Пахомов, помимо прочего, вручил юбиляру знак признания и почет сочинцев. Сам же Дроздов признается, что очень любит Сочи и с удовольствием сюда приезжает. После моей родной Рязани, мне ближе все-таки сейчас тот же город Сочи, потому что в течение уже более 10 лет, почему-то я оказался, так сказать, принят здесь не просто как гость отдыхающий, а как соучастник процесса становления Олимпийского города Сочи. Николай Дроздов был факелоносцем Олимпийских игр, активно участвует в экологических проектах, которые реализует курорт, а также в программах по патриотическому воспитанию. Один из них – это строительство в Сочи башни флагштока «Дружба народов», а еще Дроздов – посол доброй воли ФИФА, а значит, будет принимать самое активное участие и в футбольном чемпионате. В свою очередь, телеведущий вручил мэру диплом за поддержку патриотических и экологических проектов национальной программы «Держава 21 век», одним из авторов которой является Дроздов. Продолжаем. Кубок Конфедерации проведен на «Отличное». И это не лишняя тренировка перед осенним мероприятием. В октябре Сочи встречает Всемирный фестиваль молодежи. Заявки на участие в нем подали 190 стран. Почему организовать фестиваль сложнее, чем Олимпийские игры, на пресс-конференции рассказали заместитель главы Сочи Сергей Юрченко и председатель национального подготовительного комитета Григорий Петушков. Всемирный фестиваль молодежи соберет в Сочи и студентов, и ветеранов, то есть тех, кто участвовал еще в московском фестивале 1985 года. И по количеству участников опередит даже зимнюю сочинскую Олимпиаду. На ней для сравнения было 5000 участников. На фестиваль прибудут 20 тысяч. Половина – это российская делегация, молодежные лидеры и лауреаты всевозможных конкурсов и Олимпиад. Сочи выбран просто потому, что сегодня Сочи – один из наиболее подходящих городов для проведения подобного мероприятия. Это ни для кого не секрет. Есть готовая инфраструктура. Та же самая Москва, как вы прекрасно понимаете, сейчас при подготовке такого мероприятия просто бы захлебнулась. Главная цель фестиваля – подружить перспективную молодежь из разных стран. Для этого запланирована масса мероприятий. Ввиду обеспечения безопасности вход в Олимпийский парк будет ограничен. Тем не менее, участники посетят многочисленные городские объекты, не останутся в стороне от праздника и жители курорта. Администрация города Сочи будет проводить 14 октября этого года мероприятие, называется «Город встречает фестиваль». Оно будет проходить на Южном Аллу в центре города Сочи. Это будет концертная программа, концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Краснодарского края, города Сочи. Какое наследие останется Сочи от фестиваля молодежи, сейчас решают в организационном комитете. Одна из идей – озвучить знаменитые часы на сочинском вокзале, чтобы каждый час звучал отрывок из международного гимна демократической молодежи. Это официальный гимн фестиваля. В ноябре в Сочи во второй раз пройдет форум «Фестиваль Покров». Его организаторы – Городское собрание Сочи и Общественная палата курорта. О том, как будет проходить фестиваль и в целом, о взаимодействии комиссии Городского собрания Сочи по содействию развития институтов гражданского общества с Общественной палатой. Сегодня с журналистами говорила депутат и председатель Общественной палаты города Надежда Козлова. Фестиваль «Покров», цель которого – духовно-нравственное воспитание, стартует 8 ноября. И его в этом году лично поддержал патриарх всей Руси. Как отметила Надежда Козлова, духовное воспитание – это то, на чем в том числе сегодня делают акцент депутаты. Все начинается с семьи. И родины начинаются. Какие отношения в семье. Мы устанавливаем не только детскую площадку, а комплекс, где есть спортивные тренажеры и уголок для маленьких детей, чтобы пришла семья. Обсуждение вопросов патриотизма, духовности, нравственности, мне кажется, не менее значимы, чем обсуждение бюджета. Львиная доля депутатских средств направляется не только на развитие спорта, установку во всех районах подобных комплексов, но и на решение вопросов в сфере образования и культуры. Исполнение таких наказов избирателей в приоритете, отметила Надежда Козлова. А вообще без обсуждения депутатских наказов не проходит ни одна сессия городского собрания Сочи. Большая работа депутатского корпуса совместно с Общественной палатой сегодня проводится и с общественными организациями курорта. Эксперты тщательно их изучают. Вопрос очень важный, ведь в том числе через такие структуры депутаты взаимодействуют с избирателями. С пробками на Мамайском перевале вскоре будет покончено. Федеральную дорогу здесь расширят как минимум еще на одну полосу. И произойдет это за счет сноса, мешающей движению Лавашной, которая стояла почти на самой федеральной трассе. Слово Ольге Десятовой. Мамайский перевал – неизменная часть дорожного пейзажа, пробка. Правда, как обещают городские власти, заторовая ситуация вскоре будет ликвидирована. После сноса вот этой Лавашной, по мнению чиновников, да и многих автолюбителей, именно общепит тормозит движение. Снести, расширить, все будет замечательно. Вот эти шалманы, если с гранатомета убрать, в шестиполосных будет прекрасно. Для сноса Лавашной гранатомет, конечно, не понадобился, экскаватор, камаз и рабочие, вот и вся тяжелая артиллерия. Но чтобы она сюда зашла, потребовалось много усилий и времени. Не обошлось без участия и главы Сочи Анатолия Пахомова. Была поставлена задача мэрам города Сочи любыми путями, значит, снести эту Лавашну, так как она вмещает в проезжей части автомобильной дороги, находится прямо на федеральной части. Изначально ее ошибочно были, неправильно были оформлены документы. Затем правовое дело администрации вышло с иском в суд. Суд первой инстанции городская администрация выиграла. Пять дней назад стал известен вердикт второй инстанции и опять же в пользу властей. Дала в итоге согласие на снос торговой точки и ее хозяйка. Есть соответствующая расписка. Лавашную должны снести в течение дня. Дальше работами по расширению трассы займется Росавтодор, в чьем ведении и находится федеральная дорога. А пока по поручению главы города создана специальная комиссия, которая должна предложить временную схему организации движения, чтобы разгрузить проблемный узел. Расширение дороги на Мамайском перевале – это не единственная мера, которая планируется для улучшения ситуации с автотрафиком на подъезде к Сочи. На наиболее проблемных участках в следующем году федеральные дорожники построят сразу пять надземных пешеходных переходов. Три в ЛАО и по одному в Якорной щели и в Ардане. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сотрудники ГИБДД сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Государственная автомобильная инспекция появилась еще при Советском Союзе. 3 июля 1936 года. В этот же день, только в 2009 году, приказом МВД России был официально закреплен День сотрудников автоинспекции. Мероприятия, посвященные этой дате, сегодня прошли и в Управлении внутренних дел по Сочи. Но большинству сотрудников, как обычно, праздники проводят на посту. Чем насыщен их рабочий день, узнала моя коллега Татьяна Говоркова. Сучинское подразделение ГИБДД – одно из самых больших в стране. В штате полка ДПС свыше 700 специалистов разных направлений. Это сотрудники, которые помогают раскрывать кражи автомобилей, искать скрывшихся с места происшествия водителей, заниматься материалами по ДТП и, конечно, инспекторы. Нести службу на дорогах событий Новосочи престижно, ответственно, а иногда и опасно. Вот недавно, что в хосте слышали, когда парень с ножом напал на инспектор. В УДПСе ребята работали, догнали, остановили, он вышел и на инспектора с ножом. Ну, инспектор применил огнестрельное оружие. У каждого же дома семьи, каждый хочет вернуться домой целым, невредимым. Парень не вернулся домой, уехал в полицию на реанимацию. Много чего происходило. Каждый день что-то произвело. Партнерам по работе и хорошим друзьям в жизни есть о чем рассказать и что вспомнить. В круговороте событий, независимо от времени, года и погодных условий, вот уже пять лет находятся инспекторы Олег Дегтярев и Владимир Шестаков. Выявлять нарушителей правил дорожного движения, любителей скрываться за темными стеклами своего авто, выезжать на места ДТП, задерживать преступников, участвовать в погоне – все это для сотрудников ГИБДД ежедневная работа. И профессиональный праздник ничем не отличается. От участников дорожного движения инспекторы слышат в основном претензии, а вот коллеги и руководство всегда поднимут настроение. Хочу обратиться ко всем нашим сотрудникам, к ветеранам, к их семьям, поздравить их с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой. Сотрудники ГИБДД активно принимают участие в других праздниках. На День Победы проводят красочные флешмобы. 8 марта автоледи получают от них красивые букеты. Инспекторы также посещают детские сады и школы, рассказывают ребятам о правилах дорожного движения, проводят соревнования и даже становятся донорами. Накануне Международного дня защиты детей все сочинские полицейские прошли процедуру сдачи крови. Разнообразие в ежедневную работу полицейских также вносит и проверка на профпригодность. Все сотрудники УВД сдают экзамены по теоретической и практической части своей службы. И каждый раз их результаты подтверждают Сочи под надежной защитой. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи завершился национальный фестиваль народных культур и традиций «Солнце красное». На курорте он прошел во второй раз, но уже собрал более 200 участников из разных регионов нашей страны. Приехал и коллектив из Армении. Этнический фестиваль «Солнце красное» ратует за сохранение и развитие национальных культур народов России. Народная музыка должна звучать в разном исполнении и направлениях, подчеркивает художественный руководитель фестиваля Олеся Евстигнеева. Заслуженная артистка России вместе с продюсером Ильей Кремером проводит мастер-классы для юных вокалистов. Молодые артисты также выходят на сцену и вместе с профессиональными певцами, танцорами и музыкантами. У нас в этом году по-другому выстроена программа. У нас участие в концерте «Звезд». У нас приехал Сергей Войтенко, заслуженный артист и баян «Микс». У нас приехала группа «После 11» и другие профессиональные коллективы. В числе концертных площадок был и «Южный мол». А сегодня свои номера участники этнофестиваля продемонстрировали в Доме культуры «Юбилейный». Большой голоконцерт завершил трехдневную работу «Солнца красного». Юные исполнители танцевальной коллектива получили почетные дипломы национального фестиваля и заслуженные призы. Рады приветствовать этот фестиваль у нас в Сочи. Надеюсь, что количество участников в следующем году будет еще больше. И атмосфера еще ярче и красочнее. И в завершение информации от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.